Чтобы пройти медкомиссию, Александру осталось побывать всего у одного врача. Ему 21, и он будущий солдат срочной службы. Исполнять свой долг будет в одной из воинских частей Одесской области. Конечно же, военные нужны, хорошие военные. Ребят много, хотят служить, это хорошо. Кому-то надо защищать нашу родину. Я надеюсь, будет все хорошо. Срочников на войну обещают не отправлять. А вот многие из тех, кто пришел в военкомат по мобилизации, после учебки будут служить в зоне АТО. Будущие срочники и мобилизованные проходят медкомиссию вместе. Их взвешивают, измеряют рост и тщательно обследуют. Пригоден ли человек к службе, решают врачи. В состав комиссии входит врач, специалисты, хирург, дерматолог, невропатолог, окулист, стоматолог, лор, психиатр и терапевт. На данный момент идет приписка, это дети до 16 лет, потом идут призывники, которым с 20 до 27 лет, и мобилизационные. На медкомиссии необходимо обойти минимум 7 специалистов. В военкомате уточняют, военных пенсионеров запаса и женщин тоже призывают. Но только по собственному желанию. У нас, согласно регламентирующих документов, призыв с 25 до 50 лет предпочтение мы отдаем. До 50. Хотя стоят люди до 60. Но у нас пока есть задача от генерального штаба, мы пока справляемся. Если мы не будем справляться, может генеральный штаб даст другую планку и до 55 мы начнем вызывать людей. Все мобилизованные будут получать зарплату, как воины-контрактники. За службу в зоне АТО им полагается надбавка. В Минобороны заверяют, минимальная зарплата более 5000 гривен.